Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Доброе утро, друзья дорогие! Портланд, Ванкувер и все, кто нас слушает по всему миру, мы вас приветствуем. С вами у микрофона Ольга Онищенко и авторская программа «Открытое сердце» на Slavik Family Radio. Сегодня у нас в гостях интересный гостья Евгения Ладан. Это автор книги, которую вы видите перед собой. Книга называется «Глазами первых христиан». Евгения, доброе утро! Доброе утро, Ольга, дорогие радиослушатели! Спасибо, что ты с нами. Спасибо, что пригласили. Я, знаете, друзья дорогие, называю тех, кто ко мне пришел, называемыми героями. Не каждый соглашается сюда прийти и говорить на весь мир. Но, Жень, если ты написала книгу, я думаю, ты не боишься говорить на весь мир, правильно? Вообще-то писать легче, чем говорить. Я согласна. Да, жизнь нас закаляет. Сначала мы пишем, а потом всё-таки она остаётся у нас в голове, и мы начинаем говорить. Уже так смело говорить, потому что мы это всё проверили. Оно у нас как в сердце записано, как на камне. И мы становимся такими уверенными, правильно? По крайней мере, стремимся к этому. Спасибо, Женя, что ты приехала. Друзья дорогие, как вы уже знаете, я тоже написала книгу «Пазл Илюши». И почему меня заинтересовала Женина история? Потому что у нас есть кое в чём такая вот одинаковость. Евгения, она очень много исследовала писания и написала книгу, которых ещё не было. Книга, я слышу очень хорошие отзывы. Я ещё до конца не дочитала, но её уже начала читать. Я слышала очень хорошие отзывы, особенно от нашего раввина Игоря Голданского, от нашего друга Владимира Юдина. Я знаю, Жень, ты с ним тоже была на радиопередаче, да? Да, ровно год назад, прям опять как раз напурим, как всегда. Да, и меня просто заинтересовала судьба вот этой молодой женщины, девушки. И я её пригласила на радио, потому что я тоже в своё время очень много исследовала писание. Почему? Потому что я в жизни столкнулась с большими огромными трудностями, что меня подтолкнуло исследовать писание, что меня подтолкнуло выписывать. Что меня подтолкнуло глубже туда заглянуть. И я даже с тобой сегодня тоже принесла, хотела Жене показать мои буклеты исследования. Видишь? Вот тоже они у меня есть. Я тоже человек, который люблю писать и исследовать. И поэтому, друзья, дорогие, я прошу вас, оставайтесь с нами, и мы будем слушать, что же побудило нашу Женю писать книгу, да ещё и на такую тему глазами первых христиан, да ещё и книгу вот по Библии. Мало женщин такое пишут, я думаю? Как ты считаешь? Или нет? Я лично редко встречала. Конечно, есть женщины-богословы, которые пишут. Ну, в основном, конечно, это больше делают мужчины. Ну, женщины тоже пишут. Ну, и на это есть, да, свои причины. Да. Жень, давай мы тогда... Друзья, дорогие, кто нас слушает на радио 1130 Е, мы вас приветствуем. Я знаю, сейчас очень многие едут в церковь, и если вы не сможете дослушать эту радиопередачу до конца, я вам скажу, что она останется на Facebook-страничке, на моей, на Slavic Family, на Евгении Ладон, и также она останется на YouTube-канале у Slavic Family Radio, также на моём личном YouTube-канале, Олга Нищенко, русский канал, у меня там все мои радиопередачи. Также у меня в процессе, я строю сейчас свой веб-сайт, и там тоже по темам разбиты все мои радиопередачи, как поддержка в трудных ситуациях, также вдохновение в саморазвитии. То, если вдруг вы нас сегодня не дослушаете, у вас есть возможность зайти на мой YouTube-канал и дослушать позже. Также тех, кто нас слушает на Facebook, я вас приветствую. Я знаю, очень многие любят, ещё глаза не открыли, уже открывать телефон и на Facebook быть, правильно? Так что, друзья дорогие, я думаю, информация будет сегодня очень интересная и полезная, я вас прошу, делитесь этой информацией. Почему? Я не знаю, Жень, если ты с этим столкнулась, я лично очень сильно столкнулась, что люди, особенно христиане, любят спорить. А вот так написано, а мы вот так понимаем, а нас так научили, а так не написано. А покажи, где написано, столкнулась ты с этим? Более того, я сама всегда любила поспорить, доказать кому-то свою точку зрения. Слушай, может быть, мы и с тобой сегодня здесь поспорим, не знаю, я тоже люблю спорить. Поэтому, друзья дорогие, я думаю, программа будет интересна, поэтому делитесь, пожалуйста. Мы глубоко верим в Бога, и мы в своей жизни показываем чудеса Бога в нашей жизни, правильно? Как мы его понимаем? Мы не постарались здесь, мы не богословы, но мы что-то понимаем, правильно, Жень? Мы что-то исследовали, поэтому делимся, мы книгу написали, вот, поэтому делимся. Я прошу на Фейсбуке, кто нас слушает, просто делитесь, нажмите кнопочку share. И благодарим Slavik Family Radio за эту возможность вещать. И, Жень, ты знаешь, кто наш спонсор этой радиопрограммы? Кажется, знаю. А ну скажи, знаешь? По-моему, это Pacific Chiropractic and Wellness Clinic, да. То мы благодарны нашему спонсору за то, что они дают нам возможность здесь вещать. И, друзья дорогие, кто хочет поддержать наш труд, чтобы эта программа существовала, я вас просто приглашаю. Ходите в эту клинику, и они классно помогают массаж, они помогают chiropractic help после аварии, после травмы на работе, помогают даже документы оформить на нет лоера, чтобы вы получили какой-то, ну, деньги обратно за ущерб здоровью. Их номер телефона 503-760-0778. 503-760-0778. Хорошо, всё, Жень, начинаем. Твоё время. Я хочу узнать, кто ты. Просто человек так не напишет книгу. Я хочу знать о твоём детстве. Я хочу знать о твоём образовании. Я хочу знать, что тебя подтолкнуло писать эту книгу. Просто так книги не пишутся. И я тоже поняла, что просто так стихи не пишутся. Ты никогда ещё стихи не писала? Нет. А вообще-то я писала в глубоком детстве. Да, ну, на этом закончилось. Я поняла, что тоже стихи пишутся в каких-то вот глубоких переживаниях. Когда в жизни что-то происходит, вот тогда стихи пишутся, и поэмы, и книги. Вот мне так кажется. Вот я хочу знать, что подтолкнуло тебя написать эту книгу. Вот перед тем, как мы будем говорить о книге и что в ней, я хочу знать, кто ты. Давай начнём с твоего детства. Жень, ты родилась в верующей семье или в светской семье? Скорее, это была светская семья, хотя моя мама, конечно, не была атеисткой. Она всё-таки верила, что Бог существует. И меня даже крестили в православной церкви. Вот. Мама даже знала какие-то православные молитвы. То есть она верила, что Бог существует. И после моего рождения, я не знаю, сколько, мне было несколько лет, буквально перед школой, моя мама начала ходить в баптистскую церковь. И можно сказать, что я выросла уже в баптистской церкви. Ты выросла уже в баптистской церкви, да? Хорошо. Хорошо. И ты потом... В каком возрасте выехала в Америку? Мне было 17 лет. Ага, 17 лет. Хорошо. И потом в каком возрасте... Ты выехала в 17 лет? Это Америка, это чужая страна, это колледж. Ты пошла учиться здесь или ты выучилась там? Там я закончила школу, и как раз в день своего последнего экзамена мы уехали в Америку. И здесь я уже поступала в колледж, а потом в университет. Тяжело было учиться? Как сказать? Я не могу сказать, что это было просто, потому что много заданий, много домашних уроков, и, конечно, это было... Ну, без знания английского языка. Сначала я ходила на ESL. К тому же я в России занималась репетиторами, так как я собиралась поступать на ИНИАС в России, в университет после школы. Поэтому я всё-таки подтягивала свой английский ещё перед тем, как сюда приехать. Поэтому здесь мне было, в принципе, несложно. Я знаю, мне было... Я приехала сюда в 14 лет, в 92-м году. Мне было очень сложно. Первые три года у меня английский был на нуле. И я ещё училась в high school, потом в колледже. То я просто представляю, приехать в Америку и сразу поступить в университет? В count. Первый term, ну, первая четверть, то я брала английский, а потом уже я начала брать обычные предметы. Но это были такие предметы, для которого не так уж много нужно было и английского языка. Это математика, испанский язык. То есть это не то, что там экономика, юриспуденция или такие предметы, где надо знать английский. Как бы ты справлялась. Очень хорошо. А на какой профессии ты выучилась? Ну, получается, что у меня бакалавр по математике, по испанскому и ещё майнор по русскому языку. Майнор по математике у тебя классно. Выучилась. Молодец. По крайней мере, диплом есть. Некоторым из моих детей очень сложно даётся математика. Когда я слышу, что человеку очень легко даётся математика, я просто думаю, вау, ну вот гений. Знаешь, у меня в самой математике было 4-5, но не пятёрка, нет. Как бы не отличница я была, но я 4-5 училась так. Математику я хорошо понимала, мне сын младший понимает. А вот один из моих детей, ну, просто не лезет в математику. Ну, вот что-то вот. Ну, у каждого свои, я думаю, по словности, да. С сильной стороны, да. То ты получила бэчелор дегри, это получается, да, бакалавр? Да. 4 года училась? Так как это было, у меня всё-таки несколько получается, то получилось больше, чем 4 года. С нами учёный человек, дорогие друзья. Евгений Латан. Женя, я так рада за тебя. Молодец. Спасибо. Молодец. Потому что я знаю, не все достигают этого. И Жень, я тебя попрошу, когда ты будешь рассказывать свою историю, смотри вот в эту камеру среднюю, нас слушают люди, и они хотят видеть твоё лицо. То я тебя пока поспрашиваю вопросы, а когда ты будешь много рассказывать о книге, друзья дорогие, это история для вас. И сегодня, Жень, как ты думаешь, мы вдохновим людей, чтобы они начали тоже книгу писать? Ну, как минимум, мы должны вдохновить людей, чтобы они начали исследовать. Исследовать писание. Да, потом уже, может быть, кто-то и напишет. И потом книгу написать, да. Да, серьёзный труд. Хорошо. Женя, мне всегда интересно, я знаю, ты замужем, правильно? Да. Как ты познакомилась с твоим мужем? Это было на христианском чате онлайн. Он только что приехал в Америку, мне было где-то 20 лет. Ему 24-25. Вот. Потом мы уже встретились, ну, так как он был в Портленде. Мы потом уже пересеклись, как говорят, в Реале. И несколько лет мы общались, очень редко, мы иногда пересекались. Я никогда не думала, что это мой будущий муж. Угу. Молодая ещё. Я вот, мне 41 год, у меня трое подростков. И у меня муж из Калифорнии, 12 часов отсюда, да. Но он жил год здесь. Как бы мы настолько друг друга уже знали здесь. Но по-любому перед свадьбой он жил в Калифорнии, раз в месяц сюда приезжал. Как бы у меня было long distance relationship. По телефону, письма друг к другу писали ещё тогда, в 97-м году. А вот я часто слышу, мой муж, он детям говорит, long distance relationship – это нехорошо. Как бы сам так делал, а детям говорят, нехорошо. А когда доходит до того, что молодые люди могут встречаться онлайн по интернету, то я от людей слышу, что это вообще ужас. Как бы людей, особенно родителей, это пугает. У вас всё хорошо получилось? Нормальная семья, верующая, ты осталась, как бы даже книгу написала. Расскажи, пожалуйста, больше об этом онлайн relationship, как там знакомиться. Потому что я знаю, очень многие девушки хотят выйти замуж, а они просто себе хотят молча, и всё. Или молятся в этом, а ничего не делают. А в наше время вот эта технология – это большие возможности. Как называется этот чат? Скажи, пожалуйста. Мне кажется, он уже не существует. Это было очень давно. Ну что-то есть другое подобное, да? Есть, да, есть много других чатов, но просто я уже не в курсе. Я думаю, легко найти через Google что-то, какие-то христианские площадки. Это христианские знакомства, да? Можно сказать и так. Хотя там общаются не только с целью. Просто? Да, просто, допустим, иммигранты, им нужно общение. Я никогда это не пробовала, но интересно. Да, особенно кто приехал только-только. У меня оттуда появилось достаточно друзей. Причём даже они, как потом оказалось, мы даже с одной церкви. Сначала мы познакомились в интернете, потом мы познакомились в церкви. Ага. А ты в какую церковь ходишь здесь в Порт-Андию? Сейчас? Да. Я не член церкви, но больше всего я посещаю разборы вот вашей общины. Бейталель. Да. Да, еврейская. Которые именно разборы. Тебе нравится? Да, мне очень нравится. Ага. А так пока я ещё, можно сказать, не определилась. Хорошо. Жень, давай перейдём к самому интересному. Давай. Что произошло в твоей жизни? Ты всегда любила читать Библию? Ты всегда любила копаться, изучать, находить ответы? Или что-то произошло, что ты начала глубоко изучать Библию? Потому что написать такую, можно сказать, теологическую книгу, или я даже не знаю, как её назвать, такую глубокую книгу, глазами первых христиан, и затронуть все еврейские корни, глубины затронуть, это не просто так. Жень, что случилось? Как ты к этому пришла? Ну, сначала я была в баптистской церкви. Да. И, в принципе, мои взгляды начали меняться постепенно. Это не было что-то, не было резкого перехода. Хотя был момент, как катализатор, который меня подтолкнул ещё больше изучать, но это уже было потом. Но поначалу, в принципе, у меня изначально было положительное отношение к Израилю. Я понимала, что это избранный народ. А напомни, в каком-то году вот мама твоя начала ходить к баптистам, и ты с ней? Сколько тебе лет было? Мне было буквально лет 5-7. Окей. И вы начали с баптистов, переехали в Америку, продолжали в баптистов. И продолжали ходить в баптистскую церковь. Да, когда мы уже были в Америке, то здесь мы уже больше как-то могли узнать про Израиль, про то, что это избранный народ. В твоей церкви, в баптистской? Нет, это не было в моей церкви. Или больше онлайн? Ну, так как всё-таки появился уже доступ к информации, к любой. И, ну и, конечно, когда я росла, я начала, задавалась всё больше и больше вопросов. Естественно, что в детстве я такими вопросами вообще не задавалась. И, в принципе, осознанно к Богу я и пришла лет 17, то есть ровно в 17 лет. И после этого я всегда любила изучать Библию, начиная с осознанного покаяния. Я всегда очень любила изучать Библию. Мне всегда очень нравилась апологетика. Мне нравилось... Меня интересовали другие религии, другие динаминации, но, скорее, не с точки зрения, чтобы понять, кто прав, потому что я была абсолютно уверена, что права я. Ну, просто вот мне было интересно, какие существуют аргументы, контраргументы. Я просто любила это всё анализировать. Мне доставляло это удовольствие. И, в принципе, я всегда очень серьёзно относилась к таким библейским темам, к богословию. Мне всё-таки... Несмотря на то, что я была твёрдо уверена в своей правоте, но это было абсолютно искренне, и это не только ради того, чтобы кому-то что-то доказать, но мне действительно хотелось знать, понимать, на чём я стою, и почему я на этом стою. Ну, как началось твоё искание? Ты начала задавать вопросы сама Богу или маме, или пастыре, или у тебя такие друзья, одномушленники появились. Когда ты ищешь, ты молча не ищешь. Да, у меня были друзья с других динаминаций, и, конечно, мы затрагивали все эти темы, и одни, помню, выводы, которые мы даже с мамой вдвоём их сделали, что, наверное, не зря Бог запретил есть свинину евреям в Ветхом Завете. Какая-то такая мысль была. Хотя мы ещё вообще ничего в этом не разбирались, но вот именно эта мысль у нас была, потому что просто мы знали, что свинина вообще-то вредная, так говорят врачи. И именно на основе этого мы подумали, всё-таки что-то в этом есть, почему есть запрет. И мы с тех пор как-то перестали её употреблять, просто исключительно... Сами до конца не понимая, что делать, и начали это... Ну, скорее, из-за здоровья ради, и, наверное, что Бог не зря это запретил. Хотя это не было для нас каким-то законом. И потом, в течение нескольких лет, я начала понимать ещё одну важную вещь, это то, что насколько наше физическое состояние влияет на наше духовное состояние. Даже элементарно. Если ты не выспался, ты просто непродуктивен, ты не можешь помочь людям, другим, ты просто сосредоточен на себе, на свою усталость и так далее. То есть всё-таки наше физическое состояние, оно очень влияет на нашу благотворность, даже в духовной сфере. И вот даже седьмой день покоя, я тоже понимала, что это действительно за этим тоже что-то стоит, что человек так создал, что ему это необходимо. В каком возрасте ты это осознала? Тоже в 17 или уже чуть позже? Нет, уже, конечно, чуть позже. Да, я не знаю, лет 22, может быть, где-то так, 21, я примерно, я не помню. Но я очень серьёзно начала относиться к седьмой заповеди, ой, к четвёртой заповеди, о седьмом дне в плане... Для меня неважно, как это было, какой день, как и для... Ага. Ты меня понимаешь, потому что ты тоже... Ну да, мы, как бы, ты читала мою книгу, ты тоже прочитала, что я, ну, 8 лет уже тоже четвёртую заповедь исполняю. Но до этого точно так же, как и ты жила. Да, да, у меня, и у меня было... То есть если Бог это заповедовал, значит, на это есть конкретные причины. И я видела рациональность этой заповеди, потому что человек не железный, человек должен восстанавливать свои физические, духовные силы, эмоциональные. И для себя я так постановила, что воскресенье для меня это действительно будет, вот я буду посвящать Богу отдыху, покою, и я не буду заниматься какими-то суетными делами, делать уроки и так далее. И даже не буду работать, хотя... Так ты ещё даже не суббота, а воскресенье просто отделила. Да, у меня воскресенье... Как бы седьмой день. Да, то есть я очень серьёзно отнеслась к этой заповеди, скажем так. И у меня даже был страх, что меня уволят, потому что меня просили выходить на работу именно суббота-воскресенье. В принципе, мне и само это было более удобно, потому что среди недели я училась. Да. Но я для себя решила, окей. Я уже приготовила, что меня будут увольнять, но я не буду отказываться от заповеди. И я так и сказала своему начальству, я сказала, если вы решите меня уволить, но я не буду работать по воскресеньям. Меня не уволили, вот. Я была удивлена. Ну, в общем, так вот сложилось. У меня уже были предпосылки для того, чтобы как-то быть более открытой к этой теме. Хотя всё равно, вот, допустим, когда я общалась с другими людьми на эти темы, всё равно я, конечно, с ними спорила. Они мне доказывали, что надо субботу соблюдать. Я говорила, какая разница, какой это должен быть день. И вообще закон, там, мы не под законом, под благодатью и все вот эти стандартные. Получается, ты поняла седьмой день, только ты решила воскресенье. В тот момент ты даже не подозревала, что это суббота? Нет, у меня не было такого понятия, что это почему-то обязательно должна быть суббота. Просто седьмой день. Какая разница, какой это день? Ну, мне интересно знать, какой у тебя день сегодня, но я думаю, мы это оставим на конец. Хорошо. Да, и, кстати, со своим будущим мужем, хотя мы на то время не встречались, просто были знакомы, мы с ним тоже спорили на эту тему, потому что он был, он как раз соблюдал субботу, он не ел пищу нечистую и так далее. И я ему доказывала, что он не прав. Я приходила с Библией и открывала, и начинала ему правоведовать. Говорит, ты его хотела покаять. Скажем так, да. Он очень спокойно к этому относился. Я понимала, что я ему нравлюсь. Ну, понятно, что между нами ничего не могло быть, потому что мы из разных динаминаций, и для него было важно, чтобы было духовное единство, и для меня было важно, чтобы было духовное единство. И поэтому я не рассматривала его как потенциального мужа абсолютно. Только уже со временем, когда мои взгляды начали меняться, и параллельно ещё начали происходить события, которые меня всё-таки начали наталкивать на мысль, может быть, всё-таки я поторопилась с выводами насчёт него. Всё-таки мои, наверное, взгляды и мои отношения с мужем, они перестали с ним встречаться из-за этого? Мы изначально не встречались, мы просто виделись иногда. И там мы пересекались, может быть, на какой-то конференции там. Вот, и он мне периодически звонил, там, несколько раз в год он мне звонил, куда-нибудь приглашал, я отказывалась, и в основном на этом всё заканчивалось. Сколько ему легло? Он на 5 лет старше меня, то есть, если мне было там 22, ему было... 27? 27, да. Так, сейчас попытаюсь вспомнить... Ну, разность в том, что он в субботу соблюдал. Да, да. В воскресенье вы много спорили, и чем это всё закончилось? Потом, когда я сама для себя определила, что всё-таки седьмой день важен, ну, это было уже без участия моего будущего мужа, это просто уже... Это мой был личный путь. И... Но я всё равно понимала, что я не смогу выйти замуж за того, кто соблюдает субботу, который считает, что должна быть суббота. Я для себя так решила, да. Неважно, какой день, даже если это суббота, это может быть суббота, может быть среда, может быть воскресенье. Да. Но я не считала, что она обязана быть. И как мы будем воспитывать своих детей, даже если я буду субботу соблюдать, но он будет своим детям рассказывать, что это должна быть именно суббота, а я буду своим детям рассказывать, что это может быть абсолютно любой день. То есть всё равно, несмотря на то, что я уже как-то начинала менять своё мировоззрение, этого не было достаточно для того, чтобы рассматривать его как потенциального мужа. Но потом начали происходить такие вещи. Мы с моей подругой решили начать молиться за своих будущих мужей, именно вдвоём собираться. Я, в принципе, всегда молилась за своего будущего мужа, чтобы он готовил нас друг к другу. И нам с подругой пришло на сердце, именно мы каждую неделю будем собираться молиться за своих будущих мужей. И вот началось такое, что раньше он звонил где-то несколько раз в год. Когда мы начали с ней собираться, он начал звонить каждую неделю, именно в тот день, когда мы с ней собирались на молитву. Слушай, мне дрожь потела. Но я не стала воспринимать это как знак, потому что я, в принципе, такая скептическая, и ещё я боюсь ошибиться. И я понимаю, что выводы можно сделать тоже разные на одном и том же. Можно завладиться. Да, можно интерпретировать вещи по-разному. Это не обязательно, может быть, это знак, может быть, это, наоборот, искушение, куда я знаю. Но что это поменяло, это всё-таки заставило меня заставило меня посеять сомнения в самой себе по поводу того, а не поторопилась ли я с выводами насчёт него. То есть раньше, если я была категорично против... Что это не он. Да. То сейчас я, на тот момент, я уже понимала, что у меня всё-таки нет весомых причин, чтобы быть против. И, наверное, мне стоит пойти... Я его, на самом деле, даже очень, довольно-таки, плохо знала. И у меня не было причин... Как бы хороший человек был. Я не знала, какой он вообще был. То есть можно на людях оказаться хорошим, откуда ты знаешь, какой он на самом деле. Но почему он звонил? Что у вас было общего? Разговоры о Библии? Что у вас соединяло? Нет, я думаю, что я ему просто нравилась, и он хотел со мной встречаться. Но когда он тебе звонил, и у тебя не было этих мыслей, о чём вы говорили? Как бы что тебя с ним... Как тебе сказать, соединяло? Ты же не ложила трубку, ненавидела его, не избегала его, или было такое? Ну, вообще-то я избегала, старалась избегать, потому что у меня сразу было, зачем поддерживать отношения, которые никуда не приведут, скажем так? Зачем тратить и своё время, и его время? Вот. И да, и вот... Вот то, что начало происходить, вот эти звонки, время именно молитв, ну, или не время самой молитвы, а вот именно в... В тот день. Да, в те дни, когда я была у своей подруги, или когда я возвращалась от неё ровно каждый понедельник, и он мне звонил. Я думаю, хорошо, я, наверное, уже теперь не смогу закрыть на это глаза, и я хочу просто уже... Просто попробовать узнать человека поближе, чтобы для себя точно определить, моё или не моё. Есть ли у меня причины отказывать, или у меня их нет просто. И... То есть я не воспринимала это как знак, что это моя судьба и так далее, но я просто... Меня это заставило задуматься. На тебе он был немного интересен хотя бы. Мне он был... Мне что в нём нравилось, это, наверное, его отношение ко мне и то, как я себя рядом с ним чувствовала. очень было комфортно, и очень легко было с ним говорить, и не было... Даже когда я ему что-то доказывала, там, спорила, он всё так как-то нормально воспринимал, у нас не было каких-то таких... таких споров, что мы друг на друга раздражались, например. То есть... Вот. Ну и, конечно, его отношение ко мне такое доброе, и... И меня это, конечно, мне это очень нравилось. Вот. Ну и мы начали встречаться. Параллельно я уже начала заниматься уже более серьёзными исследованиями на эту тему, и я даже начала ходить... На тему какую? Субботы? Да, на тему субботы, еврейских корней. Опять-таки, это было без его участия. Да. Вот. Он к тому времени даже уехал. Но у тебя вопросы появились, правильно? Почему человек начинает исследовать, и у него вопросы появляются? Я просто понимала, что, в принципе, всё не просто так уже в моей жизни как-то так складывается, и то, что я уже... Уже мои некоторые взгляды к тому времени поменялись. Я понимала, что мне надо идти дальше уже. Я уже просто стала более открыта, наверное, к чему-то новому. И могла уже воспринимать другую информацию. Я начала ходить на разборы вот к Игорю Колданскому. А как ты узнала об этих разборах? Вот не помню. Через Ксению случайно? Нет, Ксению я познакомилась буквально недавно. Это было ещё лет 7 назад, 8. Я не помню. Вот. Да, я не вспомню, как я узнала об этом. Я начала ходить на разборы, и я помню одну мысль, которая просто перевернула моё сознание и заставила меня ещё больше, прям захотела я изучать все эти темы. И одна мысль была, что в Ветхом Завете о Боге говорится как об Отце. Раньше я всегда думала, что Бог открывается как Отец только в Новом Завете. А тут я узнаю, что в Ветхом Завете несколько мест Писания, которые говорят о Боге, как об Отце. Вот я даже их могу привести, если... Давай. Так, где они тут? Например, Исаии, 63 глава, «Только ты, Отец наш». Да. Или Иеремия, 3-4, «Не будешь ли отныне взывать ко мне Отец мой?» Малахия, 1 глава, «Если я отец, то где почтение ко мне?» Или Малахия, 2 глава, «Не один ли у всех нас Отец?» Сколько раз, несколько раз в Ветхом Завете Бог упоминается как Отец. В принципе, через всю, если посмотреть всю историю израильского народа, там отношения отца и его ребёнка, так же, как и в Новом Завете. То есть это не было каким-то новым откровением, когда Иисус говорил молитву «Отче наш», подобная молитва уже существовала в иудейских кругах. А в Новом Завете там, кажется, как бы написано, есть, что я открыла вам Отца или нет? Или это верующие так привыкли говорить, что Иисус Христос открыл нам Отца и Бога как Отца? Возможно, это понимание как-то более углубилось, но это не было для них абсолютно какой-то новой концепцией. Ну да, я знаю, ещё часто говорят, что в Старом Завете Бог строгий, в Новом Завете Бог милующий, в Новом Завете Бог отец, правильно? Вот есть много вот этих разделений. Да, и существует очень много стереотипов по поводу Ветхого Завета, очень много мифов, и именно их я как раз и пытаюсь развеять в своей книге. Да, да. То есть, когда говорят, что в Ветхом Завете не было любви, там всё на строгости, там не было благодати, не было веры, и грешить можно было в сердце, главное, внешне соблюдать правила приличия, то я именно, моя книга посвящена именно как раз тому, что я показываю все эти места писания, которые, которые я думаю, что многие даже не представляют, что они там есть. Там, кажется, я тебя увидела око за око, зуб за зуб, да, насчёт этого часто спорят. Да, око за око, зуб за зуб, я тоже это затрагиваю, что это означает, и как это интерпретировать. Можно взять какой-то стих из Нового Завета, например, когда Иисус говорит, «Не мир я принёс, а меч», или «Кто не возненавидит отца или мать, не достоин меня», мы можем тоже выбрать эти слова из контекста и построить совершенно другое учение о Новом Завете. И хочешь, я скажу, что я заметила, когда я исследовала, мне тоже, у меня муж сначала этим что-то его поводил, но он, конечно, молился, он молился, ты читала книгу, он молился, «Господи, я хочу познать ряду». И когда он начал эти все вопросы поднимать, для меня это было что-то новое, мне оно нравилось, но меня пугало немного, я так не научена. И когда я поняла, что никто меня не собьёт с моего пути, я должна сама взять Библию, симфонию выучить. И когда я начала выписывать по симфонии все места из писания о законе, о разных заповедях, о веселье, и знаешь, я увидела, особенно слово закон Тара, вот все, вот Библия, она настолько, знаешь, как зло и добро, да? Вот в человеке зло и добро, в мире зло и добро. То же самое в Библии, как бы негатив и позитив. На каждое место писания есть аппосит, есть противописание, можно сказать. Вот как апостол Павел пишет, кто под законом, тот под проклятием. Тут же он пишет, закон свят. Я такая думаю, ну что, что за Библию? Что за Библию я читаю, да? Я когда выписывала, знаешь, как дрожь потела, насколько я видела вот эти все противопоставления, и то же самое, что ты говоришь. И то же самое сейчас происходит в христианстве. Кто-то захватывается за позитив, а кто-то говорит, а здесь ещё это есть. И она, знаешь, вот как бы поэтому интересная жизнь начинает спорить. Но вообще-то в спорах является истина, правильно? Да, мне очень интересно. Да, и так, на чём мы остановились? Мы остановились на том, что ты начала выписывать все вот эти места из писания и как бы показывать, что это всё-таки хорошее. Например, око за око, зуб за зуб. Да, что нельзя брать это за основу Ветхого Завета. Надо исследовать. Поэтому Иисус сказал, исследуйте Писание. Да, или, как Павел писал, всё Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для наставления в праведности. И в тот момент о каком Писании он говорил? Он говорил об одном единственном Писании, которое у них было на тот момент. А можно, я спрошу, ты какой перевод исследовала? Потому что если брать один перевод, например, синодальный, ты ничего нового сильно не откроешь для себя. Я брала еврейский перевод Давида Стерна и сопоставляла два. И именно это мне показало, почему в мире так много религий, потому что разные переводы показывают разные значения вместо Писания. Как ты это узнавала и исследовала? Вроде перевод — это своего рода толкование, потому что иногда одно или то место можно по-разному перевести, и переводчик должен сам выбрать, как он считает правильным перевести. Потому что я слышала, что еврейский язык — это ты переводишь как мысль, не как стихи, как саму речь, как мысль ты должен перевести. Как ты исследовала? По каким Библиям? Есть программа, я использовала Bible Zoom. Она есть онлайн, можно пользоваться через интернет, можно её купить, скачать на компьютер. И там есть греческий, там есть иврит, ну если говорить про Ветхий Завет. То есть там есть несколько разных переводов. Там, конечно, нету Давида Стерна, Стерна я отдельно открывала. И можно просто как подстрочник проверять значение каждого слова и сравнивать с разными переводами. И так уже. Очень, в принципе, полезная программа. Я ещё такого не слышала. Но, получается, ты тоже сравнивала переводы, чтобы узнать значение. Да, это обязательно. Даже если сравнить русский, американский и украинский, открывается большая коронавирусная картина. Да, даже, кстати, Кинг Джеймс из Короля Акова. Они могут отличаться от Синодального немножко. Например, в Синодальном написано «И был я в духе в день воскресный», в Откровении. В оригинале стоит День Господень. Но переводчик посчитал, что День Господень — это, видать, День Воскресный, и поставил... То есть мы видим уже здесь предвзятость переводчиков. По-моему, я не уверена, но, по-моему, у короля Акова там стоит тоже День Господень. И вот когда христианам задаёшь вопрос, где в Библии написано, что День Воскресный — это День Седьмой, вот они приводят это местописание. «Был я в духе в день воскресный». И они даже не понимают, что это... Короче, друзья дорогие, мы вас сейчас хотим не запутать, а вдохновить, чтобы вы взяли разные переводы Библии и сопоставляли, потому что очень многое вы узнаете, как узнали мы с Женей, да? Да. И, кстати, учитывая то, что я была всё-таки в таком традиционном баптистском богословии, то я, в принципе, понимаю те аргументы, которые выдвигаются, и меня на самом деле было не так уж и просто убедить или переубедить. Поэтому... Какая-то там девушка. И аргументы, которые я привожу в книге, они именно отвечают тем аргументам, которые приводятся. И они все по Писанию, правильно? Да, ну, я очень много цитирую Писание, и, конечно, я использовала богословские труды уже людей, которые эти темы изучили. Моей задачей было структурировать материал в таком виде, чтобы это легко читалось, чтобы это было последовательно, потому что эти темы настолько обширные, что очень сложно подать их так, чтобы человек стал их вообще читать. Потому что очень легко запутаться, с чего начать и так далее. И поэтому я решила именно вот так вот материалы расположить, чтобы это... чтобы человек не запутался. Чтобы было доступно любому. Да, да, да. Именно, кстати говоря, в вопросе, почему начала писать эту книгу, я искала что-то подобное для себя, для своих друзей. Я искала на английском языке также. Думала, может быть, я переведу что-то на крайний случай. Но я ничего не нашла. В каждой книге, которая затрагивает эти темы, были какие-то... Были интересные мысли, но это не было полной картиной. И для человека с таким бэкграундом, как у меня, с таким традиционным баптистским богословием, это всё было, скажем так, неубедительно. Вот. Так бы я бы не стала выписать эту книгу, но просто из-за того, что я не нашла что-то подобное, я решила... Хорошо, я начну, а там посмотрим. Вот. Я начала собирать материал, начала писать, и... Это было до свадьбы или после? Это было после свадьбы. Давай вернёмся до свадьбы. Мне же интересно узнать, всё-таки, что произошло, как вы поженились, когда ты всё-таки начала... Исполняешь ли ты субботу или воскресенье, как седьмой день? Что произошло? И потом мы дальше поговорим ещё о книге. Ага, что произошло? Ну, я просто... Это просто был вопрос исследования. Да. То есть это не было каких-то... Это не были события какие-то в моей жизни. Это просто я исследовала, я пыталась понять, ну, неужели есть разница в этом. И... Скажем так, я считаю, что, конечно, лучше хоть какой-то день соблюдать, чем вообще не соблюдать. То есть это... Ну, да. Да. Я понимаю, что у каждого человека тоже свой путь и свой, может быть, какой-то определённый уровень. И у меня нет такой строгой позиции, что если человек не соблюдает субботу, то он идёт в ад. То есть у меня нет такого. И я помню себя, когда я соблюдала воскресенье, и я знаю, что я на тот момент была Божьим детём. Конечно. И даже если я в чём-то... Даже если человек в чём-то ошибается, а мы обязательно в чём-нибудь ошибаемся, нет людей, которые познали стопроцентно всё. Да. Вот. Но когда мы чего-то не понимаем, Бог спросит нас за то, что мы понимаем, как мы... Кому больше донос, того больше спросится, скажем так. Да. Да. Вот. И... Всё-таки морально, заповеди — это любить ближнего и быть снисходительными, быть милосердными и так далее. Всё-таки, я считаю, это более главные заповеди. Хотя, конечно же, остальные заповеди, они... Нельзя сказать, что они второстепенные. Ты глубокую мысль говоришь. Сначала научись любить людей и Бога. Даже если ты заповеди не исполняешь, они всё равно превосходят. Но всё-таки важно углубиться и исполнять в точности то, что Бог попросил. Да, есть разъеду. Но любить ближнего — самая большая заповедь, как Иисус сказал. Любить Бога. Да. Хотя любить Бога — это тоже... Это означает как раз-таки исполнять Его заповеди. Правильно. Но я думаю, что по мере духовного роста человек как-то всё-таки... Он ищет, как же мне исполнить Божий заповедь, как мне исполнить Божью волю. То есть он задрётся... Ну смотри, что я хочу показать, что иногда мы исполняем заповеди, но так доказываем, что человека словами раним. Сто процентов. Ты понимаешь, что даже что-то доказать человеку или показать, или рассказать, ты должен насколько уметь правильно подойти к человеку с любовью, с пониманием. Вот как ты говоришь, даже человек, если не исполняет субботу, я понимаю, что он всё-таки спасён. А кто-то может вот так строго доказывать тебе, что ты не спасён. Вот именно любовь побеждает. Правильно? Да, для меня это есть приоритетность определённая. Хотя это не значит, что мы должны остановиться в своём развитии и перестать дальше изучать. Оно всё постепенно приходит. Так, давай я вернёмся к твоему мужа. Мне же интересно, чтобы он дальше. А заповедь их потом. Что же было дальше? А, так мы же говорили, как я в субботу... Ты начала ходить... Ну да, ты начала ходить на разборы, ты начала изучать, но ты начала с ним молиться каждое воскресенье. Каждую неделю ты начала молиться о бывшем мужа, и он тебе начал звонить. А, да, и он начал. У тебя ещё были разногласия в воскресенье, в субботу, как вы детей будете воспитывать, да? Что же было дальше? Сошлись ли вы в субботе или в воскресенье? Ну, когда я... Да, я сошлась в этом плане, то есть мои взгляды, они... У меня появились причины, я поняла, почему. То есть я для себя как бы ответила на этот вопрос. Как бы ты... Он тебе не доказал, ты это исследовала, ты это нашла в Библии. Я это сама для себя исследовала, Окей. В принципе, мы друг... Он мне никогда ничего не доказывал. Вот. Я искала всегда всё сама, и был период, когда он уезжал, и я был... У меня было довольно, по-моему, недель пять, я вообще могла полностью углубиться во всё это, и как бы проверить, перепроверить, и когда мы как бы встречались, то я понимала, что я ещё не была на сто процентов уверена, что да, я выйду за него замуж. У меня... Хотя у меня было умиротворение в сердце в том смысле, что на данный момент я пока всё делаю правильно, но это не значит, что в следующий момент ничего не может поменяться, то есть у меня не было такой самоуверенности в этом плане. Вот. И постепенно у меня были определённые вопросы, я хотела знать, как он относится к тому, к другому, к третьему, к десятому, и то есть заняло время, чтобы мы узнали друг друга, и действительно ли мы действительно ли вообще это Божья воля, чтобы мы были вместе. Вот. Но уже потом, когда он мне сделал предложение, в принципе, к тому моменту я... Была готова. Да, я в принципе не сомневалась. Вот. Хотя можно сказать, что я как бы понимала, что скорее всего это мой будущий муж, но я понимала, что до самого дня свадьбы я понимала, что может произойти абсолютно всё, что угодно, и всё может поменяться в один момент. Поэтому да, у меня был мир и покой, но у меня не было этой самоуверенности, скажем так. Ну да, никто не уверен... Никто не уверен в завтрашнем дне. Да, я не могу быть уверена в завтрашнем дне, что с нами произойдёт завтра. Короче, ты выходила замуж, ты уже была на его стороне. Да, полностью абсолютно, иначе бы я не вышла замуж. Поэтому я, в принципе, избегала его несколько лет, потому что для нас обоих духовное единство было на первом месте. Можно, забегая на пирот, спрошу тебя вопрос такой. Ты узнавала о своих корнях? Есть ли у вас еврейские корни? Я так немного... Я расспрашивала маму, но насколько я знаю, то нет, скорее всего. Ну и мы, я не знаю. Фамилию там, смотрела, значения, ancestry, или там анализ слюны, крови, сдавала? Нет, я не сдавала, и даже не знаю, если я... Ну, интересует тебя это? Я иногда задумываюсь над этим, но я пока не пришла к какому-либо выводу. Хотя мне, конечно, мне очень нравится всё еврейское. Я не знаю, почему, но мне очень нравится и еврейская музыка, и она мне раньше нравилась, ещё когда я была в баптизме, но я не считаю, что это признак того, что во мне течёт еврейская кровь, хотя кто знает. Мне кажется, в каждом человеке какой-то процент есть. Я знаю, что есть. Скорее всего, в каждом человеке есть. Просто мы во многом запутаны. Да, да. Хорошо, Жень, ну, поздравляю тебя. Спасибо. Ты наконец вышла замуж в единстве, в понимании. И что же было дальше с книгой у тебя? Дальше я, так как продолжались мои исследования, я уже занялась конкретным поиском книг, и я начала уже писать книгу. Ты вот так прямо понимала, что я начинаю писать книгу, потому что таких нет, и я напишу книгу, я его выпущу, или ты просто пока делала заметки как для себя? Наверное, это была как история как с моим замужеством. Я как бы понимала, что я, скорее всего, её выпущу, но я не могла быть уверена в завтрашнем дне. Ну, ты понимала, что такое книга? Ну, я понимала, что я должна это делать, по крайней мере, вот то, что я могу на сегодняшний день, я должна это делать. Я просто не могла этого не делать. Ты понимала, что это будет твоя книга, или молилась ли ты, Господи, пусть будет эта книга твоя? Вот ты понимала, что это Бог хочет от тебя, чтобы ты это сделала? У меня была позиция, что если это не от Бога, то я вообще не хочу этим заниматься. И зачем тратить своё время, если это не от Бога? И я молилась, чтобы Бог меня направлял. Получается, это, ты понимаешь, это было водительство Божье, и она написана не напрасно, и она принесёт большой плод. Я думаю, что это было не зря, и уже слыша отзывы о книге, то я уже понимаю, что это было не зря. И как минимум, как минимум, для меня это был очень полезный тоже опыт, для меня разобраться в таких тонкостях определённых. Пока ты не пишешь книгу, тебе не приходится сталкиваться с многими вопросами. Но когда ты начинаешь писать, и там возникают такие побочные темы, они не освещаются в книге, но они всплывают при твоём исследовании. И у меня даже были такие, какие начинались, были серьёзные сомнения насчёт других вещей, почему я вообще верю в то, во что я верю. Даже немножко такой, не то чтобы колебалась моя вера, но были сложные вопросы, на которые мне нужно было найти ответы для самой себя. Смотри, я вот точно так, это я испытывала. Вот смотри, если бы ты просто исследовала для себя, ты бы не чувствовала никакой ответственности, да? А так как ты уже понимала, что я пишу книгу, и вот эти вопросы всплывают, я не могу продолжать, пока я не найду ответы. Получается, это был огромный персональный рост, духовный рост, правильно? Да, в первую очередь в сто процентов. То есть, я даже так думала, даже если это не будет какая-то польза для кого-то, это однозначно польза для меня, и может быть, Бог использует это как-то по-другому, а не так, как я себе это представляю. Я тоже много оборачивалась, высчитывала, вспоминала, много вот, знаешь, оно вот как будто мозги открываются, ай, я вот это здесь поняла, ай, я вот это здесь поняла, знаешь, это огромная работа над собой, поэтому, друзья, дорогие, пишите книги, пишите, даже выйдут они в мир, не выйдут, Бог только знает, пишите книги, потому что это огромная работа над собой, ты открываешь себя, то, что ты в книге пишешь, ты растёшь, правильно? По крайней мере, в моём случае, точно так было. Выросла. Мужу это понравилось, что ты выросла именно в этой сфере? Безусловно, да, и, конечно, муж поддерживал, он мне предложил начать писать книгу, поэтому я... Он тебя поддерживал. А мне интересно, какие отзывы ты слышишь? Какие отзывы? Ну, вообще-то, если кому интересно, они могут зайти на мой блог и там их почитать. Как твой блог? Где его найти? Если просто задать на Google, задать поиск названия моей книги «Глазами первых христиан», то можно выйти на мой блог, или можно просто написать первый буквой моего имени, Е, и фамилию Ладан. Не, по-русски. Е Ладан. Е Ладан, да, и тоже можно выйти на мой блог. И что там найдут люди? А там и книга в онлайн-формате, и информация, где можно печатную приобрести, и там же также есть отзывы. Ага. Вот. Конечно, там не все отзывы, но это те, кто через интернет представляет. Мы сейчас отойдём чуть-чуть, капелька от темы, но меня это очень много спрашивает, и у меня этот самый горит. Я не знаю, как русскую книгу сделать в онлайн-формате. Как ты это делала? Раньше был сайт Create Space, но это через Амазон, как бы, дочерняя компания. И ты как бы успела там сделать? Я успела, да. Сейчас они закрылись, на русском нельзя, но я успела сделать на русском языке. Онлайн. А вот я не успела. Получается, всё. А где ты делала? Я онлайн не успела сделать. А, окей. Как бы вот это. Как онлайн? Подожди, как онлайн? Это... Ну, Create Space. Create Space Paper и потом e-book. Ты за e-book говоришь? Вообще, печать книги? У тебя в бумажном формате только. У меня нет на русском языке. Нет, у меня нет. У меня только в идее в формате, как бы копия этой книги. Хорошо. Да. Слушай, ну, ты молодец. Молодец, Жень. Да, просто очень много людей обращаются, тоже хотят писать книгу, где, как и когда. Да, и вот я затрудняюсь, как e-book сделать в русском формате. Друзья, дорогие слушатели, если кто-то знает, подскажите. И я сделаю, и Женя, скорее всего, сделает, да, и в формате... Я уже нашла ещё один веб-сайт, на котором я попробую сделать. По-русски? Да. Дашь мне знать, потому что я знаю, много по-английски только делает. Ну, я ещё проверю тоже, тут какой-то сайт насчёт русского языка. Так ты говоришь, на твоём блоге можно почитать отзывы. Да. Ну, один, скажи примерно, хотя бы какой. Один. Что людям открывает твоя книга? Один. Ой, мне, наверное, стоит... Можешь по памяти сказать. Я просто не помню. Не помнишь? Да. Ну, ладно, хорошо, друзья. Заходите на e-laden. Я могу... Е-laden. Е-laden. Ну, по-русски работа, проделанная автором, впечатляет. Хочется отметить скурпулёзное исследование описания исторических фактов, тщательно подобранные доказательства широту затрагиваемых вопросов. При этом радует доступность изложения. Тогда, ну... Кто-то пишет просто... Книга просто супер. Ясное изложение библейских истин. Я всё хотел иметь такое, нигде не встречал. Спасибо за такую большую работу. Всем рекомендую. Кто-то пишет... Всё разложено по полочкам, пазл сложился в одну картину. И кто-то пишет... Книга очень актуальна для современного мира. Можно проследить историю всей Библии и понять, почему произошла путаница среди христианского мира. Давай сейчас немножко поговорим об этой путанице. Давай. Давай. Вот смотри, мой опыт. Я никогда в жизни над этим не задумывалась, хоть и выросла в глубоко христианской семье пятидесятников. У нас большая семья, десять детей, я третья в семье, и я как бы... Я до свадьбы... Я уже не помню с какого возраста, но я помню с 15 лет, я же молилась о будущем мужа. Я помню до свадьбы, до 19 лет, я уже пять раз почитала Библию. Я тоже как бы любила читать, но я её сильно не исследовала. После свадьбы я тоже читала Библию, но именно меня подтолкнуло исследовать Библию, как ты уже читала в моей книге, это горе, когда пришло, когда нам сказали, что четвёртый ребёнок родится очень больным. И именно в те моменты, вот я... Вот смотри, я вот только в те моменты я начала соображать, вот я никогда не любила историю, географию, я даже не знала о Холокосте. Вот такая я, можно сказать, или тупая, или я не знаю, я даже не знала, меня это не интересовало, хоть впоследствии я узнаю, что у нас еврейские корни. Это было там, где я жила, я жила в Киевской области, вот этот Холокост, вот эта долина, да, это всё там. И когда я начала исследовать, почему я начала исследовать, потому что мой муж молился, и когда он молился, у меня дрожь потела, я понимала, что Бог будет что-то делать. А он говорит, я устал быть тёплым христианином, я хочу познать тебя реально, да. Когда он начал, он начал слова произносить, раввины, там, суббота, божьи праздники, думаю, я думаю, здесь больной ребёнок, вон что-то там, какие-то божьи праздники, да. И, короче, вот уже только после этого всего я начала исследовать, и именно в исследованиях глубоких на многие вещи глаза открывались, но именно в то время я начала осознавать, насколько всё-таки много религий в мире. Никогда об этом не задумывалась, Жень, меня даже не интересовало, а почему есть субботники, а почему есть баптисты, а почему есть харизматы. Да я в других церквях даже толком не была, а я вот выросла в 50-й церкви до 33 года. Вот это мои были первых 33 года. Это вообще-то возраст Христов, да? В 33 года у меня произошли огромные перемены в жизни. Интересно, у тебя в каком возрасте ты выпустила книгу или вот это начало всё исследовать, бурлить? Так, ну книга вышла, когда мне было 30. Ага. Да. Так что у тебя чуть-чуть забежало наперёд. А в 33, у тебя ничего такого не случалось? Во сколько? Сколько тебе лет сейчас? 32. А вот, поэтому будем ждать ещё год, да? Может быть, громадное такое, что-то произойдёт 33 года, я знаю, это возраст такой интересный. И вот в это время я начала понимать, что столько много религий, и когда я увидела, насколько разные переводы, я лично понимаю, что религии растут от этих разных переводов, каждый что-то своё старается показать, рассказать, и каждый доказывает, что я прав, потому что вот так. Как ты на это сейчас смотришь, вот на эти разные религии, относишься ли ты к этому? Я честно сказать, я вот в это время, когда я осознала, я начала уважать. Я просто понимаю, что это не вина людская, это просто как их научили, как они понимают, какой перевод они исследуют, насколько им открыта Библия. Но каждый, мне кажется, по-своему ищет Бога. Я вот начала людей уважать, даже вот не спорить, что ты там баптист, или ты там субботник, или ты там харизмат, а тебе надо вот только это. И не спорь, я их уважаю. Но я им аккуратненько открываю. Как ты к этому относишься? Я очень разделяю твою позицию, потому что я помню саму себя, какой я была, поэтому я могу понять других людей. И я абсолютно не имею права никого судить, потому что я сама прошла тот же самый путь. Я понимаю, как легко можно верить в то, во что тебя научили, и не перепроверять это. То, как формируется наше мнение, оно формируется под влиянием других людей, когда мы растём. Общество, церковь, оно всё формирует наше мнение, хотя мы считаем, что оно наше собственное. Люди, когда читают Библию, говорят, да нет, это моё собственное мнение, я в Библии это вижу сам, но ты видишь в Библии то, что тебе показали. Есть другие стихи, о которых люди могут всю жизнь быть в церкви и даже не знать о существовании каких-то стихов в Библии. Например, о Боге, об Отце, как мы говорили раньше в Ветхом Завете. Люди совершенно не могут знать эти места Писания. И я их не знала, хотя я считала, что я очень хорошо знаю Библию. Поэтому я понимаю, насколько легко можно заблудиться. Ну да, просто верить в определенные вещи. К примеру, скажу тебе, моя соседка, 76 лет ей было. И когда вот я начала вот это всё исследовать, всё-всё-всё, мы, да, мы в то время тоже мы перешли в другую общину, мы просто, мы просто стали другими, мы начали по-новому верить. И получается, люди ходят в церковь по своим similarities. Это что у тебя похоже, туда ты идёшь. Вот они там такие, я там буду. Они одевают косыночки, я там буду. Они в длинных юбках, я там буду. А если они не такие, я пойду туда. Как бы вот это, что человек ищет. И она мне такая, говорит соседка, слушай, так это же Старый Завет. Я говорю, ну и что? Там так, так, это настолько интересно. Она говорит, ты вообще в жизни читала Старый Завет? Нет. Говорит, нас научили только на вызове читать. И я вообще мало Библию читаю, только пастыря слушаю. Вот так много люди живут. Нам говорили, нас так отцы научили. Я говорю, так вот же написано, а нас так отцы научили. И для людей это святость, отцы научили. Это хорошо, когда отцы учат. Это прекрасно, что с детства особенно тебя наставляют и учат. Это должно быть, когда тебя учат. Но приходит момент, когда ты вырос, и ты должен проверять всё-таки, ты должен сам для себя, ты должен понимать, почему ты веришь, во что ты веришь. ты начала проверять, ты заметила, что ты не на том пути, чуть-чуть. Ну, скажем так, Получается, и у нас так получилось. Это не мешало мне оставаться в баптистской церкви. Да, у нас точно так получилось. Чем больше мы исследовали, тем больше мы понимали, что мы дальше и дальше от Божьих истин. Вот то, что Он хочет, а мы не там. Это было такое трепетное чувство. Да. Слушай, ну, хочу спросить. Хорошие отзывы, всегда хорошие. Были ли те люди, которые опускали тебе руки, когда ты писала, когда ты этим занималась, когда тебе говорили ли тебе, да куда ты там лезешь, зачем оно тебе надо, да меньше исследуй Библию, легче жить, если меньше знаешь. Были ли такие люди, которые вот подкалывали тебя, смеялись, или там богословкой называли, или ещё как-то. Нет, таких людей не было, потому что никто не знал, что я пишу книгу. Я не говорю обычно о чём-либо, пока не будет достигнуть какой-то результат. Я не знала, чем это закончится, поэтому я и не... Я наоборот. Я говорила, потому что я знала, только так я достигну результат. А если я сама себе даю тихонько какой-то обед, я быстро могу идти в сторону. Поэтому я говорила, я пишу, пишу, и я знала, что я должна отвечать на свои слова. У меня было несколько человек, которые меня поддерживали. То есть у меня была своя группа людей поддержки. Я не была одна. Но все остальные люди не знали. Поэтому... Нормально было. Никто тебя не сбивал. Да. Я не думаю, что кто-то бы из моих друзей меня бы сбивал, на самом деле, если бы они знали. А когда вышла книга в мир? Какая реакция была? Сюрприз? Удивление? Кто-то сказал, что я совершенно не удивляюсь. Моя подруга одна же сказала, я всегда верила, что ты напишешь какую-то книгу. Для меня, конечно, это было немного странно, потому что я никогда не считала, что я буду писать какую-то книгу. И, ну, мои друзья, по крайней мере, из баптистов. Если кто-то, кому-то и не нравилась эта идея, они просто промолчали. У меня очень культурные, вежливые, воспитанные друзья. Вот, поэтому... А кто тебе помогал проверять? Проверять? У меня были... Просто корректоры? У меня были подруги как корректоры, они просто со стороны смотрели, как это всё выглядит, как что. Когда я уже написала книгу, я её отнесла... Ну, она ещё не выпущена была, то я её отнесла к Игорю Голданскому, попросила почитать. Он был одним из твоих корректоров, можно сказать, да? Ну, или сказать одобрителей. И надобрил сразу, или кое-что тебе подсказал? Мы кое-что обсуждали в книге. Он мне помог ещё с какими мыслями. И, ну, в общем-то, так... Он тоже был одним из тех, кто просматривал вот эти мои буклеты. Я же тоже, когда это всё исследовала, выписывала, мы их даже вообще не в какое-то время продавали, особенно вот это. Ты посмотри, «Всеместа радости из писаний», «Радости веселья, ликах, рукоплесканиях, хороводах». Ты знаешь, какой это ещё петильный вопрос для многих? Я знаю. Для тебя как этот вопрос? Понятен или до конца непонятен? Еврейские хороводы. У меня абсолютно нет никаких вопросов к еврейским хороводам. Я помню, особенно вот этот. Мы очень сильно продали, потому что кто-то понимает, можно, а родственники говорят, «Куда вы пошли? Да это же грех». Сильная хоровода людей смущает. Я помню, я всё из Библии выписала о ликах, люди вообще не знают, что это такое. Ты знаешь, что такое лики? Это танцы. Лики — это танцы? Это танцы. Да. Представь, такое слово непонятное. И вот люди научены, что это грех, это грех, это грех, соблазняются на этом. А я села и всё выписала, потому что думаю, если я здесь, я не хочу сомневаться в чём-то. Я должна быть уверена в том, что я делаю. И я помню, даже люди из нашей общины все покупали эти буклеты, чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь. И эти все деньги мы пустили на миссию. Мы занимались миссией в то время, ездили на Мексику. Да. Жень, ну у тебя есть желание эту книгу на английский язык перевести? Сама я точно не смогу, поэтому, если у кого-то, если бы мне кто-то помог, то я, конечно, была бы не против. Ты считаешь, что английский ещё недостаточно в такой сфере, в теологической, да? Я уже, я выросла в России, поэтому, как бы, я приехала сюда уже, я была в колледже, и мой уровень, это не мой первый язык, и многие нюансы, естественно. Да, тем более, такие тяжёлые. Да, особенно в религиозной тематике. У меня, наоборот, я писала по-английски, потому что именно поддержка была от американцев, хоть это было всё как наизнанку, знаешь, и потом я переводила на русский. Конечно, по-русски было бы легче, и почему-то у меня на русском языке книга 385 страниц, а на английском 325, показывается всё-таки, что английский у меня хоть и достаточно хорош, но, скорее всего, бедненький. Или же, или же всё-таки в английском языке меньше слов. Может быть, вполне. Не знаю. Ну да, но мне очень сильно помогли американцы, может, тебе с каким-то американцами, пенсионерами подружиться, и ты могла бы сама перевести, а они бы до ума довели уже. Я думаю, что время покажет. Да. Поэтому. Да, молодец. Слушай, что-то ещё интересного? Расскажи именно о чём твоя книга, как она начинается, какие темы там затронуты и как ты её закончила? Ну, я могу начать с описания общего, что эта книга предлагает читателям взглянуть на интересные места священного писания. Я сейчас просто прочитаю то, что я... Давай. То, что у меня написано в описании. Не секрет, что в силу объективных причин в нашем разуме могли сложиться некоторые стереотипы, которые направляют наши рассуждения над текстом в определённое русло, заставляя упускать из виду многие детали, мешая задавать вопросы, искать на них ответы. Книга обратит наш взгляд на нюансы, которые в конечном итоге помогут дополнить, а в некоторых случаях и изменить всю картину. Мы сможем приблизиться к изначальной форме христианства и посмотреть на писание глазами первых христиан. Слушай, а можно перед тем, как ты продолжишь? Я хочу назвать номер телефона в студию. Ты не против, если человек, кто позвонит нам сейчас и задаст хороший вопрос о книге, мы ему подарим. Не против? Нет, я не против. Друзья дорогие, перед нами писатель. Я считаю, что это очень классно, когда у нас рождаются люди, писатели в нашем городе. И Евгения Лада, книга, которую вы еще не читали, не видели, в руках не держали. Кто сейчас нам позвонит, задаст просто вопрос о книге, Женя вам подарит эту книгу в подарок. Я называю номер прямого эфира 503-238-9-0-0-0-0 503-238-9-0-0-0-0 Хорошо, Жень, о чем книга? Как ты начала? Что ты там, какие темы затронула? Поначалу я говорю о том, что я хочу показать своим читателям, что для того, чтобы лучше понимать любую книгу, её нужно читать с самого начала. Если читать книгу начать с середины, можно сделать предположение, которое автор совершенно не имел в виду. То есть выдирать, это называется выдирать из контекста или додумывать. Это то, что многие христиане делают, их так научили. Часто говорят, прочитай Новый Завет, тебе достаточно для спасения. Да, это нормально. Я не могу сказать, что это плохо, что нужно начинать с Нового Завета, но нужно обязательно вернуться и прочитать с самого начала. Обязательно. Первую серию. Да. Вот. То есть вначале я показываю, почему вообще-то важно читать с самого начала. Я показываю определённые стихи в Ветхом Завете, которые, когда ты их читаешь, то создаётся впечатление, что ты читаешь вообще-то Новый Завет. Как много в Новом Завете написано, просто цитируется Ветхий Завет. Даже Иисус, когда говорил свою Нагорную проповедь, если даже взять заповеди блаженства, хотя про заповеди блаженства у меня в книге нет, но у меня есть на блоге отдельная статья, то абсолютно каждый принцип, который Иисус говорит, он есть в Ветхом Завете. Всё это есть. Нужно я добавлю? Когда я исследовала, я же говорю, я исследовала некоторые вопросы прямо по симфонии, выписывая всё из Старого и Нового Завета. И знаешь, как я сказала, Новый Завет пропитан старым. И ничего нового, как бы сказать, ну вот, приход Иисуса Христа, да, но как бы такого нового ничего в Новом Завете нет. Оно всё в Старом уже было. И то, что в Старом Завете, оно в Новом, оно настолько переплетено, оно как saturated, оно пропитано. Вот это то, что я увидела. Да, это одна книга, одна целостная книга, и там нет, там нету таких вот противопоставлений. И хочешь, я добавлю? Да, конечно. Мы с тобой, это продолжители этой же книги. Апостол Павел, апостол Пётр, все праведники, наши дедушки, бабушки, все, кто что пишут, свои переживания, мы продолжители Божьей истории. Ты согласна со мной? Может быть, это звучит так сильно свято, может, не каждый осмелится это сказать, но я тебе скажу, мы продолжители этой книги, мы продолжители нашей жизнью, показывая Бога через нашу жизнь, мы продолжители этих историй. Да, это как еврейский народ, о котором вся эта книга. Так мы же есть еврейский народ, живые, сидящие, нас лайк, пойму и радио. Да. Вот. Поэтому вначале я показываю те места, которые есть в Новом Завете, и они же есть в Ветхом Завете, и люди об этом не знают, что они там есть. И какой вывод из этого мы можем сделать, что какой люди, что люди обычно говорят, когда они читают в Новом Завете, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Да. И они чувствуют такое противопоставление, и они делают вывод из этого, что раньше было так, да, а сейчас вот так. И они делают этот вывод, просто потому, что они не знают, что написано в Ветхом Завете. написано слово, слово, те же самые слова, которые Иисус потом произносит, то, конечно, бы они бы такой вывод уже не сделали, что Иисус принёс что-то новое, они бы сделали другой вывод. И там есть другое объяснение этим местам, почему Иисус использует такую формулировку. Ну, даже я слышала, что вот это, как оно называется, вот это слово «но», «но», я говорю вам, да, я помню, я была на разборе, и рассказывали с Иврита, как это слово «но» можно перевести, можно его перевести не только «но», я говорю вам, оно как будто в русском перечёркивает, то, что было, это как бы не надо, а я вам что-то даю новое, да, если посмотреть дословный перевод, там совершенно другое значение, ты согласна? Ты об этом тоже пишешь? Я пишу немножко по-другому, у меня другой аргумент, когда Иисус, ну, первый аргумент, то, что ничего нового не сказал, поэтому мы уже не можем так интерпретировать, второй момент, что когда Иисус цитировал Писание, Он говорил написано, а когда Иисус говорил «вы слышали?» Да. Здесь речь идёт о том, что говорили другие раввины. Это устная Тора, как бы. Не то, чтобы устная Тора, ну, скажем так, интерпретация, потому что, да, то, как другие раввины интерпретировали эти места Писания. Он говорит, «Вы слышали, что, как это было интерпретировано?» А я говорю вам вот так и так. А когда было, А когда Иисус говорил именно о Писании Самом, Он говорил слово «написано», и Он цитировал Писание. Когда Иисус говорил, «Вы слышали, что сказано древнюю, ненавидь врага твоего», там, в Библии вообще таких слов нету, что нужно, нету такой заповеди ненавидеть врагов. Говорят так. Да, это просто интерпретация определённой. Я бы даже сказала, что фарисеи даже такому, мне кажется, не учили. Насколько я помню, этому учили, скорее всего, люди, которые, кумранская община, вот, более строгие, ещё более строгие, чем фарисеи, и они, скорее всего, это могла быть их формулировкой. Вот. Ну, вообще, в целом, иудаизм тогда был очень довольно-таки разношёрстный, и существовали разные взгляды. Точно так же, как сейчас. Да, и вот эти вести, то, что Иисус вёл дебаты, он вёл их внутри религиозной их группы, и его всё учение, оно оставалось в рамках этой религии, там ничего не было такого, за что для них было бы абсолютно каким-то новым откровением. Я думаю, это было примерно такое же время, как у нас сейчас. Вот ты исследовала, да, и ты поняла, что я отошла от Божьего оригинала, правильно? Точно так я себе поняла. И мне кажется, точно тоже Иисус показывал, что вы, святоши, эй, а надо вот так, вы уже отошли, вы чересчур, вы на себя взяли бремя неудобно-носимое, вернитесь к оригиналу, вернитесь к древней, вернитесь к началу, правильно? Да, то есть Иисус призывал именно к изначальной... Он ничего нового не принёс. Да, Он возвращал людей к тому, от чего они ушли, причём речь даже, я не могу сказать, что речь шла о всём раввинистическом мире, я считаю, что всё-таки Иисус больше обращался именно к тем фарисеям, не ко всем, а только тем фарисеям, которые были лицемерами в своей вере, Иисус очень много обличал именно лицемерие. И в христианстве точно так же есть нормальные христиане, а есть лицемеры, и точно так же, как внутри христианства это актуально, это было актуально и внутри иудаизма. Иисус шёл не против иудаизма, не против фарисейского учения, Он говорил против определённой элиты, людей из элиты, и именно их Он обличал в лицемерии, и их лицемерие приводило к тому, что искажалось Божье Слово. То есть именно против этого Он и боролся. Ну смотри, а что Он ещё сказал? Он ещё тоже интересную вещь сказал, что если Вы не превзойдёте праведности книжников и фарисеев, Вы не войдёте в Царство Божие, да? И как бы народ часто думает, что книжники и фарисеи это такое что-то плохое, ужасное, но на самом деле это были учителя Торы, и я, насколько этот вопрос тоже исследовала, и я поняла, что они эту Тору почти наизусть знали, как мы должны знать Писание, но Иисус говорит за некоторых, но по делам их не поступайте. И вот именно здесь ты говоришь, что они были учёные, они знали это слово наизусть, но они лицемеровали, они по-другому поступали. И точно так же и в наше время есть люди, которые Библией тросут и доказывают, а сами слова показывают, эй, ты далеко от того, кто-то должен быть, да. Сто процентов. Да. Интересно, слушай, ну и дальше, о чём, какие-то вопросы там затрагиваешь дальше? Дальше, после этого, я ещё говорю о некоторых мифах, которые сложились в Ветхом Завете, например, о том, что Бог дал такой закон, который абсолютно невозможно исполнить. И мне хочется задать вопрос, хотя в книге, кстати, я его не подняла, но мне хочется задать вопрос, а какую именно заповедь, в принципе, невозможно исполнить? И создалось впечатление такое, что Бог людям дал закон, который они вообще не могут исполнить, а потом из-за неисполнения он их ещё и наказывает за это. Да. Вырисовывается такой образ Бога совершенно абсолютно несправедливого, абсолютно несправедливого, и я бы сказала жестокого. То есть, как можно наказывать за неисполнение, если его невозможно исполнить, и таким, и причём это же невозможно научить человека через наказание вот так его исполнять, если это всё равно невозможно. То есть, какой смысл? Абсолютная бессмыслица получается. На самом деле, в Библии очень много говорится. Вот, например, родители Иоанна Крестителя, Захария и Елизавета, оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть... Они могли это сделать? Да, они могли это сделать. Это не значит, что человек мог быть безгрешным, это невозможно, но сам закон так устроен, что ты можешь получать прощение благодаря тому же самому закону через покаяние, принесение жертвы и так далее. То есть, мы не говорим, что человек может быть абсолютно на 100% безгрешен, мы просто говорим о том, что заповеди, которые Бог даёт, их возможно исполнить, нет такой заповеди, который вообще физически невозможно исполнить, просто... Слушай, я вот когда исследовала это всё, я закон Божий, я хотела знать свят он или под проклятием, и потом же исследовала заповеди Божьи, потому что я всё-таки хотела знать воскресенье или суббота, что мне делать, да? И знаешь, когда я это всё выписывала, у меня конкретно тоже буклет есть прямо про заповеди, все места заповедей Божьей, это настолько святые места я выписывала, я говорю, и знаешь, что я в конце поняла? Вот это было восемь лет назад, у меня дети маленькие, и мне так стало легко и просто объяснить детям, что от них хочет Бог. Потому что раньше я как-то читала, и вот как-то Библия была запутана, и всегда мне говорят, это не нам, это евреям, я думала, при чём здесь суббота, это не нам, это евреям, вот я так росла, и когда всё это исследовала, мне так было легко, я даже вот в своём буклете я написала, что я поняла, что если ты ответишь на 11 вопросов позитивно, ты войдёшь в Царствие Божие, и знаешь, какие-то 11 вопросов, это 10 по заповедям Божьим, и последний, веришь ли ты в Иисуса Христа, и если это да, что тебе ещё надо? Жень, если ты не против, давай напомним 10 заповедей, может такие умные здесь, вот проверим наши знания, ты помнишь вообще? Наизусть, процитировать? Вот первая заповедь, о чём там, я Господь Бог твой, да, я един, Бог един, вторая, не делай себе кумиров, правильно, ты должен всё-таки жить Богом, третья, не произноси, имени напрасно, что здесь такого сложного, да, нормально всё, и вот я дядю горилла, если вот ты приёшь к вратам рая, и Бог скажет, верил ли ты в единого Бога? Он скажет, да, какая вторая заповедь? Не делай себе кумиров, ну, это третья, я Господь Бог твой, не делай себе кумиров, были ли у тебя кумиры, кроме Бога, ты скажешь, нет, нормально, третья заповедь какая? Не произноси её Бога напрасно, вот, произносил ли ты имя Господа Бога напрасно, нет, четвёртая, помню день субботни, чтил ли ты день субботни свято, да, Господи, пятая, был ли ты послушен своим родителям, да, Господи, шестая какая? Не прелюбодействуй, не завидуй, не завидуй, Бог скажет, а ты завидовал? Нет, Боже, я не завидовал, а ты прелюбодействовал? Нет, Господи, а ты убивал? Да нет, а ты, какая последняя? Не произноси, ну, не завидуй, не прелюбодействуй, не убивай, Соси ложного свидетельства. Не обманывай, да? Не возжелай жены ближе. Ты обманывал? Нет, Господи, я всегда орил правду. И последнее, ты веришь ли ты в жертву Иисуса Христа? Конечно. Води в радость господина твою. Вот так я поняла. Жень, мне настолько вот стало как-то понятно. Так Бог говорит, вот же тебе правила. Просто Божья воля, что мы должны делать? Просто исполняй. Не обманывай, не убивай, не прелюбодействуй. Чти день сегодня, а он от тебя многого не попросил. Да. Правильно? Хотя сейчас некоторые радиослушатели могут сделать вывод, что вы сейчас законом пытаетесь заработать спасение. А это, конечно, каждого вывода, и каждый имеет право на своё мнение. Я просто говорю, что в одно время, что я поняла, когда я исследовала, насколько всё-таки Библия понятная, незапутанная. Когда ты начинаешь исполнять 10 заповедей, это вот точно как пазл становится на место. Там уже нету «это нам, это им». Это становится Библия вся «нам». Правильно? Ты тоже так почувствовала? Много пазлос на место тебе стали, когда ты начала? Да, у меня Библия просто стала целостной книгой. Стала намного больше понятней. Конечно, да, стало понятно. Многие места из Нового Завета, которые были непонятны, они объясняются, когда ты понимаешь Ветхий Завет. Да, а когда ты просто веришь в жертву Иисуса Христа, оно звучит как будто халявно. Просто знаешь, вот тебе это бесплатно. И когда ты не знаешь, в чём состоит Божья воля... И ты цены в этом сильно не знаешь. Мы не говорим о том, что мы должны зарабатывать спасение своими какими-то добрыми делами, но когда мы верим в Бога, это естественно, что мы хотим слушаться Его воле. То есть оно всё взаимосвязано, оно не может противопоставляться друг к другу. А люди противопоставляют это друг к другу, и они думают, что вот в Ветхом Завете нужно было спасаться законом. В Новом Завете мы спасаемся верою. Хотя, опять-таки, это одна из тех же неверных предпосылок, на которых строится всё остальное. На самом деле в Ветхом Завете никто никогда не спасался законом. Там говорится, праведной верою свою жив будет. Это цитата из Ветхого Завета. Про милосердие, про любовь. Это всё из Ветхого Завета. И Богу не нужны были жертвоприношения или какие-то там дела, если наше сердце не было чистым. Богу не нужны были все эти ритуалы. Бог не нуждается ни в животных, которых Он сам создал, тем более животное, которое испорчено через грехопадение. Как оно может быть Богу, что ли, взяткой, что ли, за наши грехи или выкупом. Конечно, Богу нет. Ему нужно было наше сердце с покаянием. Только тогда жертвы принимались. Никто не спасался ни соблюдением закона, ни жертвоприношениями. Это всё было выражением веры, доверия Богу. Вот это слово «доверие» эмуна. Вера в Ветхом Завете — это не просто какое-то, что я умственно соглашаюсь с каким-то фактом. Это именно нужно полагаться на Бога, доверять Ему, что Он знает, как тебе лучше, и поэтому ты исполняешь Его волю. И вот с таких стереотипов сложилось наше современное богословие. В принципе, оно в течение последних двух тысяч лет и было. Хочу добавить, что общего в Старом и Новом Завете — это всё, что от нас Бог хочет, это чтобы мы Его очень сильно любили. Вот эти все заповеди. И вот он говорит, я просто хочу, чтобы ты меня любил. Вот как муж хочет, чтобы его жена любила. И там в Старом Завете написано, что я водил тебя 40 лет по пустыне, чтобы испытать тебя, будешь ли ты меня любить. И я помню, когда мы вот это всё исследовали, вот мой муж, он говорил, я хочу это делать, потому что я очень сильно люблю Бога. Он же меня много не попросил, он просто попросил, исполни мои заповеди. Он говорит, я хочу это делать из-за любви к Богу. То же самое и в Новом Завете. Смотри, меня могут осуждать кто сколько хочет. Я знаю, нас разные люди слушают. У каждого свой уровень понимания, у каждого своя вера, каждый на своём уровне. Но я думаю, что всё-таки, Жень, ходить в церковь и читать Библию недостаточно. Ты должен что-то делать больше. У тебя должно быть напрямую отношение с Богом. Вот даже многие ходят в церковь, потому что они боятся, чтобы не попасть в ады. Но они ходят туда не из-за любви к Богу. Они настолько вот привыкли, просто пришёл, попел, помолился, там уснул среди молитвы, послушал, прослушал. Как я слышал, один говорит, я во время проповеди машину собрал в шапе, знаешь, там сидел и думал, а как я это, это, это. Конкретно Богу всё, что Ему надо, это твоё личное отношение с Богом. И вот моя радиопередача называется «Открытое сердце». Что это такое? Ты этот шаг сделала. Ты не осталась той баптисткой 17-летней на всю жизнь. Вот тебе молочко мамы дали, и ты так живёшь. Нет, ты сказала, я хочу духовного мяса. Дайте мне духовного мяса. И ты ещё не побоялась это всё исследовать и в книге написать. Жень, вот поэтому я говорю, Бог хочет, чтобы мы были живыми, чтобы мы Его любили. А Его любить невозможно просто тихо, ты должен делами показывать. Господи, я тебя люблю, я буду за тебя, я буду вот говорить о тебе, я книгу напишу. Я не побоюсь сказать, что я так понимаю. Даже если я неправильно понимаю. Но я так понимаю, я ищу, правильно? Вот я думаю, старый Новозавет, это вот эта любовь к Богу тянется. И Бог говорит, я от вас многого не хочу, просто любите меня. И делайте то, что я от вас хочу. Да. Даже сына своего отдал за нас, потому что он нас сильно-сильно любит. Да, и заповеди, которые Бог дал, это тоже потому, что он нас сильно любит. Эти заповеди не во вред, это наоборот нам на благо. Это нам на благо. Вот смотри, я вчера наблюдала такую картину, быстренько расскажу. Я работаю на ВИК-программе, и там пришла мама с ребёночком. И этот ребёночек вылез на стульчик, и она его говорит, нет, слезь, упадёшь. И она его сталкивает, а он кричит, ему не нравится. Но мама же знает, что это тебе во благо. Я только что-то на секунду придумала. Это наш Бог. Вот часто у нас в жизни происходят какие-то трудности, нам не нравятся. А Бог говорит, я делаю это для того, чтобы тебе было лучше, чтобы тебя закалить, чтобы тебя научить, чтобы тебе это, это. Насколько надо Богу доверять? Да. Чем продолжается твоя книга, Жень? Так, дальше ещё один миф. А, ну, в общем, мы поговорили о том, что закон не являлся каким-то таким бременем. Да. Да, бременем у нас, потому что обо всём законе в Ветхом Зете говорится в очень положительном ключе. И именно евреи так и воспринимали его. А уже обременение, бремя, это было, называется, во-первых, беззаконие называется бременем. И также заповедь на заповедь, правила на правила, пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть. То есть вот так тоже, то есть человеческие какие-то нагромождения могут быть бременем. Но не сам закон. А почему Иисус говорит, ибо иго мое благою, и бремя мое легко? Что он называет бременем? Ну, учение, это его учение, его интерпретация, писание, то, как он... Интересно, да? То есть, ну, он как раввин, он же учил своих учеников определённым вещам. И иго, это не обязательно должно быть какой-то негативный, иметь смысл. Это у нас там ноша, время. Ну, вот это именно интересно поисследовать. Что же это значит перед тем, как делать свои выводы, правильно? Конечно, конечно, да. Следующая глава, я показываю, что до горы Синай также существовал закон. Например, Авраам, о котором говорится, что он был праведником по вере. О нём пишется, что Авраам послушал согласа моего и соблюдал повеления мои, уставы мои и законы мои. Это написано в бытие, что не просто там соблюдал мои, а именно уставы, повеления, законы, всё это перечисляется. То есть Авраам всё это соблюдал. И если взять Ноя, на тот момент не было написанной Торы ещё, она не была написана в письменном виде, её не было, но Ной почему-то знал, какие животные являются чистыми, а какие животные являются нечистыми. Потому что в ковчег он должен был взять всякого скота чистого, возьми, по семи, а из скота нечистого по два. И Ной знал, кто... То есть уже существовало это в делениях. Вот, поэтому то, что... И другие, конечно, были законы, естественно, нельзя было убивать, нельзя было прелюбодействовать, как Иосиф вот убежал от жены Патифара, да. То есть он бы согрешил, если бы он там остался. То есть это тоже закон, не прелюбодействовать. То есть до того, как Бог дал законы Израилю, уже существовали какие-то законы, люди о них знали. А на горе Синай Израиль получил эти уставы в письменном виде. Да ещё в сверхъестественном виде. Да, и вместе с другими. Понятно, что там были какие-то определённые добавленные постановления в свете того, что это государство. Это не просто уже отдельные люди, а это государство, там должны быть свои определённые системы регулировки. То там и такие законы, конечно, есть. Да. В общем, то, что Израиль получил закон о горе Синай, не говорит о том, что этого закона не существовало ранее. Это не было что-то новое. Это просто был момент заключения завета именно с этим народом на тех же основаниях, что и были раньше. Да, и просто это было закреплено, это было написано для передавания из поколения в поколение, чтобы Израиль смог сохранить это всё и для других народов тоже. В общем, я немного говорю о смертной казни, о внешней политике Израиля, как отношение к врагам. Ну, я не думаю, я сейчас не буду рассказывать. Мне кажется, уже люди просто уже прочитали. Достаточно заинтересовало. Слушай, ты молодец, просто молодец, Жень. Я просто очень... Мне очень нравится то, что ты говоришь, потому что я сама это всё пережила, и насколько я понимаю, насколько это важно изучать Писание. Вне зависимости от того, женщина ты или мужчина, ты должен глубоко вникать, ты должен знать свои корни, ты должен сравнивать свою жизнь с Писанием, а на правильном ли я пути, потому что поколения проходят. И очень много прошло. Очень много под страхом смерти из удаизма перешли в православие, потом православие перешло в баптизм, потом из баптизма переходили в пятидесятничество, потом рождались харизматы, сейчас мессианские евреи. Что-то новое творится в каждой эре. Мы не можем кого-то осуждать или где-то там кого-то изменять, но мы всегда можем работать над собой, расти. В настоящее время где можно купить твою книгу, Жень? Её можно купить на Амазон. И, в общем, самый лучший способ — это просто задать поиск в Google глазами «Первый христиан». Или моё имя Е. Ладан. А в Амазон, если зайти в Amazon.com, то там можно печатать только английскими буквами, да? А если на Амазоне, то просто, да, глазами первых. По-английски? Да, английскими буквами и... Глазами первых христиан. Я просто под этим видео напишу. А твоё имя по-английски как пишется на Amazon.com? Евгения? Е. Ладан. Е. Ладан. Я не пробовала искать по фамилии. Я просто печатаю два слова глазами первых. У меня об этом написано в моём блоге. Там написано, как найти на Амазоне. Да. И если человек находится вообще-то в другой стране, где-нибудь или в Европе, или, может быть, ему ближе с Европы заказать. Потому что, ну, я не даю ссылку прямо на Амазон, потому что оно выходит на американский. А если люди в Европе, они тоже заходят на Амазон, и они тоже куда-то могут. Но они могут зайти на Амазон, допустим, немецкий, или в Великобритании. Это United Kingdom? Да, и им будет ближе просто. Вообще-то книга ещё печатается в России. Печатается? Да. Её можно также приобрести в России. И информация об этом также на моём блоге. То есть всё-всё-всё. Слушай, научишь меня, потому что мне очень тяжело сейчас оформить мою книгу в России. Через Великобританию, через United Kingdom я смотрю, в Америке моя книга продаётся 20 долларов, а там 14 евро. И мне написали, что это недоступная цена для нас, очень дорого. То я думаю, расскажешь мне. А можешь сейчас рассказать, как ты продаёшь свою книгу на Украине, в России? Потому что очень многие меня спрашивают, а я не знаю. Вообще-то в России появился издатель, который захотел её опубликовать. Просто так. Вот и всё, да. Тебе надо было вкладывать большие деньги? Я вообще ничего не вкладывала. Я этим, так сказать, я им доверила, чтобы они делали то, что они знают, что надо делать. Но тебе будет доход от этого какой-нибудь? Я отказалась, потому что я не хочу поднимать цену, я хочу, чтобы она была доступной для людей в России. Хорошо. Иначе будет дороговато. Издатель, а можешь поделиться именем издателя? Я уже потом, да. Потом мне лично расскажешь. Хорошо. Я тоже так не против, потому что моя книга, как бы тоже хочется, чтобы людям помочь. И, Жень, какое ты пожелание ставишь нашим слушателям? И потом мы идём на небольшую паузу, и потом я хочу тебя спросить твой отзыв о моей книге. Какое, вот смотря вот туда, в среднюю камеру, твой личный опыт, передай людям, что бы ты им посоветовала, пожелала? Я бы, конечно, пожелала не останавливаться на достигнутом, понимать, что учиться нам надо всю нашу жизнь, и всегда есть вещи, которых мы ещё не знаем. Нам всегда есть куда развиваться, куда расти, и именно человек в таком состоянии, когда он это понимает, именно такому человеку Бог больше открывает, потому что человек готов это в себя вместить. Когда человек считает, что он уже абсолютно всё познал, то тут нет места для роста. Поэтому я желаю нашим радиослушателям, чтобы они продолжали расти, искать и не стоять на месте. Я тоже так согласна, что именно Бог будет открывать, когда ты жаждешь, когда ты готов. Да. Жень, а ты хочешь сказать твой номер телефона, если кто-то захочет твою книгу купить в Портнете, или лучше вот этого, через блог лучше, да? Я думаю, что да, лучше через блог. А в портненских магазинах ты ещё не оформила книгу свою? Нет, я даже пока не знаю, как. Ну, я в некоторые магазины ходила, ну, как бы не вообще-то выгодно. Я покупаю 10 книг за мой счёт, несу в русский магазин, они мне их продают, потом уже возвращают там 25% в им, 75% мне. То ты можешь точно так сделать. Моя книга уже есть в Персида, книжный магазин вот здесь. Потом есть «Русская аптека» в Ванкувере, согласились. Потом «Премьера» русский магазин в Ванкувере, согласились. А «Гастроном», и сейчас я повезу ещё в русский магазин «Тамила Юра Маркет». Ты так тоже потихоньку. То ты можешь, ну, как бы, ну, конкретно, это тебе твои деньги вкладывать, потом продадут. Я понимаю. Ну, хоть как, чтобы люди узнавали. Слушай, ну, я поздравляю тебя. В каком году вышла твоя книга? В 2017 году. В 2017, да? Да, ровно на 500 лет реформации. Я думаю, это тоже такая символическая дата, потому что это как раз повод проанализировать христианскую историю и посмотреть назад, и перепроверить всё. Слушай, интересно. Потому что моя книга всё-таки описывает и исторические события, и как вообще произошли все эти перемены в христианстве, почему они произошли. Слушай, я думала включить паузу, но я думаю, даже не буду включать паузу. Друзья, мы сейчас чуть-чуть перейдём в другую сторону. Вот ты сказала 500 лет реформаторов, да? У тебя есть ещё какие-то знаки, какие-то вот даты, что-то ты заметила? Вот вообще в своей жизни на описании книги, почему я спрашиваю, потому что ты читала мою книгу. Ага. Или что у тебя ещё интересного? Вот именно... Ты можешь не говорить, это может быть личное, может быть то, что ты можешь поделиться, потому что Бог интересным образом работает с нами? По датам? Ну, мне сейчас... Первое, что мне приходит на ум, это когда я год назад впервые появилась на радио. Это был ровно в день Пурима. А Пурима — это у нас срывание масок. До этого никто не знал, кто автор книги. Да. Да. Сорвала маску, открылась, окей. И вот появился автор книги. Поэтому тоже довольно-таки символично, на мой взгляд. И сейчас вот это же интервью, по сути, оно у меня опять повторяется. Ровно через год после Пурима. И ровно опять на Пуриме. Я заметила, ты на своей книге написала Е. Ладан. Это специально ты так делала, чтобы не знали, что это Женя? Просто мне хотелось акцентировать, в первую очередь, на своей фамилии. Она, мне кажется, очень удачная. Мне это предлагали сделать, но я всё-таки насмелась описать своё имя. Знаешь, что я слышала, что часто мужчина не возьмёт в руки книгу, которую написала женщина. Но я думаю, это неправда, потому что я вижу, твоей книгой очень сильно заинтересованы мужчины, в первую очередь. Ну, потому что, да, там богословские темы. Но, конечно, я же не делаю себя учителем. Я просто структурировала материал, который уже существует, который уже разработан богословами. Я просто проделала такую секретарскую работу и предоставила материал в читабельном виде. Какая ты молодец! Молодец! Я, честно говоря, не хотела заострять внимание на своей личности абсолютно. Я даже собиралась выпускать книгу под псевдонимом, поэтому единственная причина, по которой я всё-таки решила написать свою фамилию, просто потому что мне очень нравится эта фамилия. Эта фамилия моего мужа. Мне кажется, она просто замечательная. Это Ладан. Это тоже тянется из давних лет. Очень христианская фамилия. Ему принесли что? Золото, Ладан и Смирно. Вот Ладан. Вот видишь, ты представь, какое ты благоухание перед Богом. Да. Вместе с твоим мужем. Жень. Я думаю, не случайно. Я вышла замуж за человека с такой фамилией. Слушай, я тебя поздравляю. Я, честно, я очень рада. От глубины души поздравляю тебя с выпуском этой книги, с твоей историей. И правильно делаешь, что делишься. Вот я знаю, люди скромные. Мы так научены, да. Но мы делимся чудесами Божьими в нашей жизни. Не чудо ли это, что Бог тебя так провёл и довёл до этого момента тебе только 32, а ты уже сколько сделала? И я знаю, что это только начало, Жень. Потому что я знаю, в твоей голове там очень много уже созрело для другой книги. Или это процесс, за который пока страшно браться? Нет, у меня пока нету плана для другой книги, но у меня есть планы для второго издания. Вот мне хочется усовершенствовать первое. Молодец. Я тебя благословляю. Спасибо. И будем держать связь, и чтобы распространилась твоя книга и по другим магазинам, и чтобы она попала в руки людям. Друзья, дорогие, я под этим видео на Facebook написала ссылку на Amazon, и там просто, как напечатать Е, ладан, да? Да. Английскими буквами через Amazon можно купить. Хорошо. Жень, ну сейчас, как всех моих гостей, я хочу спросить отзыв твой о моей книге. Друзья, дорогие, вот буквально почти уже, как вот 16 апреля, это будет год с тех пор, как я выпустила эту книгу, которую я писала ровно 7 лет. И там тоже у меня даты, числа, очень интересно всё происходит, как Бог нас вёл. Жень, я знаю, ты прочитала. Вот скажи, твоё впечатление об этой книге, что ты из неё взяла? Правильно ли я сделала, что я написала? Кому она может послужить, эта книга? Я считаю, конечно, безусловно, правильно, что ты её написала. И я могу поделиться тем, что лично меня больше всего затронуло, такой, потому что говорить можно много, я затрону самое такое, что меня, наверное, тронуло больше всего. Это уже ближе к концу книги. Сейчас попробую правильно сформулировать. когда действительно пазл сложился. Ты говоришь про цифры и вот эти все знаки. И когда в конце нарисовалась эта картина, вот этот итог, несмотря на то, что итог был, там были драматические события, очень драматические, но когда ты читаешь, как это всё происходило, то нету вот такого ощущения какой-то отчаянности и безнадёжности полной, какой-то депрессии, несмотря на то, что это были очень сложные времена. Но там было показано, как это всё было прожито, и вот это ощущение какое-то с одной стороны и очень и трогательно, и душераздирающе, и в то же время с надеждой. То есть... Что ты можешь всё пройти. Нет, ты просто после этой книги ты не впадаешь в депрессию, несмотря на то, что ты читаешь такие тяжёлые события. И вот это меня, конечно, очень так прям у меня запомнилось и впечатлило меня. Это то, что я больше всего помню из этой книги, хотя уже прошло какое-то время, когда я её прочитала. Знаешь, очень многие люди боятся смерти. Я была одна из них. Я не знала, как. Я понимала, что, скорее всего, это моя встреча, но я не знала, как. И знаешь, когда вот сын наш прожил ровно 7 месяцев и 7 дней... Да-да-да, это тоже было. Очень много, да. Очень много, да. И это... Удивительным образом Бог пришёл и дал большое-большое спокойствие. А я как-то раз разговаривала с мамой, и она как только узнала, что всё-таки история закончилась не так, как мы ожидали, она говорит, меня аж трусит, я боюсь, я даже об этом читать боюсь, я не могу об этом читать. Люди боятся вопроса смерти. Но я считаю, что даже человек, который прочитает эту книгу, они станут по-новому смотреть вообще и на Бога, и на жизнь, и на смерть, и на трудности, и на то, что ты человек, ты Божье творение, ты пройдёшь всё. Ты становишься стальным каким-то, у тебя становится сердце стальное, закалённое, у тебя нервы становятся стальные, у тебя нет другого выбора, как только жить и улыбаться, хоть что в жизни не происходит, правильно? Ну, как ты думаешь, кому-то книга будет полезна? Я думаю, что, конечно же, тем, которые тоже проходят через такие тяжёлые обстоятельства. И, во-первых, они понимают, что они не одни, они понимают, что есть определённый опыт прохождения таких ситуаций, что можно пройти это достойно, и как именно. То есть, и просто увидеть, насколько Бог действительно, Ему не безразлично, что с нами происходит, и даже в трагических ситуациях можно видеть Его руку, и нужно просто искать её. Я думаю, что это очень поучительно, и, конечно, для тех, кто не прожил такой опыт, ну, просто как поучительная история жизни, которая раскрывает, как бы, присутствие Бога в жизнях людей. Ты заметила это? Конечно, конечно, потому что я думаю, что если бы не Бог, было бы всё гораздо более сложнее, хотя, кажется, куда уже сложнее, но я помню, там было написано, что некоторые родители, когда они проходят через такое, что некоторые сходят с ума, некоторые, как рассказывал тебе медработник какой-то, да, кажется? Да, это психиатр сказал, да. Да, что не все выдерживают эти события, и просто могут сойти с ума. И браки рушатся. Да, и браки рушатся, и так далее. Вот. Он просто увидел, что Бог — наша опора, наша надежда. А ты как со стороны, вот ты что-то почерпнул для себя, вот, например, у тебя на работе, там, или где-то будет человек, проходящий такую же ситуацию. Как ты думаешь, прочитав мою книгу, после этого ты по-другому посмотришь на них? Ты больше их поймёшь? Я думаю, что я, безусловно, гораздо, я, во-первых, наверное, больше буду сопереживать, как минимум. И когда ты понимаешь, что человек чувствуешь, хотя бы примерно, хотя бы теоретически, ты уже сможешь как-то к нему подойти, и ты в книге описываешь, как была важна поддержка. Люди, которые через это не прошли, не прошли, они этого не осознают, что вот этим людям нужна поддержка, как никогда. Поэтому нам нужно с этой позиции также себя рассматривать, можем ли мы быть поддержкой, мы должны быть поддержкой для вот людей. Ну, правильной поддержкой. Иногда так поддерживаешь, что человека ещё своими словами прибьёшь. Там ещё, конечно, описаны примеры, как нельзя поддерживать, чего нельзя говорить, и это очень тоже поучительно. Вот смотри на моём сайте, сейчас Олга Онищенко.com, как бы он уже готов был, год назад существовал, но сейчас мы немножечко его прихорашиваем. Он же тоже у нас растёт. И там я конкретно сделала большую страницу поддержка в трудных ситуациях, потому что я понимаю, что это такое, насколько это важно, насколько это же, даже вот это слово надежды, хоть у тебя шторм, хоть у тебя страшное время жизни, но слово надежды, насколько оно тебя оживотворяет, поднимает и даёт силы дальше жить. Да. Да. Жень, спасибо за твой отзыв. Для меня это важно, я знаю, и также тебе важны отзывы твоей книги. Я постараюсь обязательно прочитать, ты меня ещё больше сегодня заинтересовала. Просто мы, знаешь, писатели, но если мы пишем, то нам некогда читать. Если мы говорим, нам некогда слушать кого-то. Вот такая жизнь. У меня сейчас очень такая жизнь бурлит, ещё фулл-тайм работаю, и ты тоже работаешь, но изучать Библию мне всегда очень-сильно нравилось, я очень рада, что ты ходишь на эти разборы, сейчас я не успеваю, к сожалению. Но я ходила, друзья дорогие, заодно вас приглашу, у нас в Ванкувере есть классные разборы Торы, разборы Писания, это еврейско-мессианская община, и мы смотрим и на Новый Завет, и на Старый Завет, и на медраши всякие, на всякие истории устные, на всякие высказывания раввинах, мудрецов, людей, которые исследовали Писание уже не один год. И, Женя, ты, наверное, согласишься, что эти разборы очень глубокие. Так что хочет... Да, я именно поэтому туда и стараюсь ходить. Хотя в последнее время у меня не получалось, но я каждую неделю собираюсь и очень жалею, когда пропускаю. Да, и то, я думаю, больше... Последнее время, я знаю нашего пастыря, у неё просто бабушка болеет сильно, то последних пару сред не было, были по субботам, только бы сейчас так чуть-чуть шатко, но обычно по средам в 7 вечера у нас, и адрес 99.00 в 6. South East, Милплейн, в 7 было, кажется, зимой иногда в 6 бывает, да. Так что вы можете даже мне написать, если вдруг захотите попасть к нам на разборы Торы, можете писать нам на Фейсбуке или где, но это община House of Praise, Пейталиль, Менестри, Ванкувере, Вашингтон, тоже у них дорога нелёгкая, потому что не все понимают, но каждому из нас в своё время в жизни Бог что-то новое открывает, и мы очень рады этому, я слышала, как один проповедник говорил, в прошлом году я говорил так, я понимал так, но в этом году я понимаю вот так, я вырос, и это не значит то, что в прошлом году я говорил, было неправильно, я говорил, потому что я понимал так, но в этом году я уже понимаю так, просто очень важно расти, не быть духовными младенцами, младенцами, а быть уже взрослыми людьми и иметь близкое общение с Богом. Ну что, Жень, будем заканчивать? Есть ли у тебя последнее пожелание нашим людям, или уже всё? Ну, я уже говорила его. Мы попрощаемся. Да, спасибо, что были с нами. Да, скажем спасибо, друзья дорогие, что нас слушали, и как всегда я напоминаю, открывайте свои таланты, не бойтесь говорить правду и будьте теми, кто вы есть. Вам не надо сегодня быть Женей и Олей или Аллой Пугачёвой. Будьте та, кто вы есть, будьте тот, кто вы есть. Открывайте себя и открывайте Бога через себя. Делитесь своими познаниями, делитесь своими опытами, своими свидетельствами и своими делами, своими словами показывайте Бога этому миру. А сейчас я включу рекламу о моей книге «Пазл Алёша», которую вы можете тоже найти на Амазон, напечатав имя Олга Нищенко английскими буквами. Женину книгу вы можете тоже найти на Amazon.com, напечатав Е. Ладан английскими буквами или «Глазами первых христиан», потому что, к сожалению, русскими там нельзя печатать. И это на блоге Е. Ладан тоже есть книга, а у меня веб-сайт «Олга Нищенко. Кам». Так что мы здесь деятели в Америке. Поздравляем себя. И, кстати, книгу можно читать бесплатно тоже онлайн. Она доступна там? Да, она доступна, если кто не может купить. Какая ты щедрая. Молодец, Жень. Пусть тебя Бог в десять и в сто раз благословит именно за то, что ты делаешь людям. Спасибо. И всё. Хорошего воскресенья вам всем. Вышла в свет новая книга под названием «Пазл Илюши». Эта книга – история обычной семьи, столкнувшейся с необычными обстоятельствами. Автор книги Ольга Нищенко. Порой в жизни, столкнувшись с трудностями и горем, людям нелегко понять друг друга и, пройдя тяжёлые жизненные ситуации, получить душевное исцеление. История, описанная в этой книге, не оставит равнодушным никого. Книгу «Пазл Илюши» можно приобрести на amazon.com, в книжном магазине «Персида» в Портленде, в русских магазинах «Гастроном» и «Премьер» в Ванкувере, а также по телефону 360 521 92 40. Книга также издана на английском языке «The Puzzle of Elijah».